А то обещали анекдот А у нас, кстати, в зоопарке появился белый медведь Я сейчас неожиданно вспомнила Вот к чему ты сейчас это сказала? Про медведя заговорили Я захотела сказать То есть это северный цыганский медведь? Не знаю, я хотела сказать И на Марсе будут яблони расти Медведь у нас в зоопарке Да, кстати, для тех, кто любит зоопарк Белый медведь появился, приходите, смотрите, пожалуйста Какой-то медведь у нас появился Подожди, я год назад был в зоопарке Там уже был белый медведь Они менялись Они менялись, как они замечательно плавают Это медведи-кочевники Вот, если говорить о цыганах Давай, только, знаешь, эх Заводно, все душу цыганскую Только вот эх уберите Эх уберите, цыганщина и отдает Ну этот анекдот я вам потом расскажу Что будешь петь? Ну вы должны поддержать Ну так я уже поддерживаю Где держать-то? Песня трагическая Подожди, подожди Поскольку цыганский фольклор Это страсть всегда Это всегда страсть Как испанцы, испанские цыгане называют ее дуэнда Это как бы хождение между жизнью и смертью То есть ничего просто так не делать Я тебе буду подыгрывать Ну давайте уже Ты знаешь, что мы на улице Спой, птичка Мы на улице, Володя поет Проходят прохожие, кладут деньги в шляпу А я что, должна сюда танцевать? А ты танцевать? А я жонглирую Эй, подходи, Роман Расскажу, покажу Что будет, что нет Уже денег меньше Будет еще меньше А подарил мне, милый бой Руль с пипикалкой Руль с пипикалкой Руль с пипикалкой Руль с пипикалкой И сидим мы с ним вдвоем И пипикая И пипикая И пипикая И пипикая Эй, давай! Жди! Ну я с милых трубой Руль с пипикалкой Руль с пипикалкой Руль с пипикалкой И сидят они теперь И пипикая 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 Зла лучше женская партия Но все равно Найду себе я Руль с пипикалкой Страсти не вижу Руль с пипикалкой Руль с пипикалкой Руль с пипикалкой И тогда уж вдоволь я Напипикаюсь Нам пипикаюсь Ай да напипикаюсь Давай, черноголубый! Неудачно! Спасибо, Григорьевич! Ой, у меня аж сережки выпали из ушей! Не случайно день здоровья у нас был, мы зарядились и идем теперь здоровый образ жизни с Владимиром Григорьевичем, и это позволяет так весело и даже без задышки. Озорной, даже не уронил ни разу? Нет, ни разу, ни разу, ни разу. Думаю, что улицы нашего города могут нас ждать втроем на подработки. Понятно, в принципе, если что, если что, деньги складить сможем. Да, и это, кстати, говорит о том, что... О предприимчивости цыганского народа. Да. Практичности. Деловитости, я бы даже сказал. Да. То есть, основа заложена очень хорошая. Потому что, извини, когда кочуешь, все профессии тебе подвластны. Раз. Да. Языки знаешь два. Кстати, полиглоты. Полиглоты. Что еще? Мир видишь, с природой общаешься, не случайно вот эти все гадания и все прочее. Кстати, я, знаете, вот что хотела еще сказать? Скажите. Сейчас скажу. Я очень люблю песню «Цыганочка». Ой. Ой, ее, кстати, очень закажут, кстати, на свадьбах. Да. Вы помните? Разве это не танец, цыганочка? Ну, да. Да. Примерно то, что вы сейчас делали. Нет, не примерно, потому что то, что мы сейчас делали... Это была импровизация. Кстати, я помню, у нас было, когда студентом было, у нас по танцу был цыганский танец. Так. Вот. И там первый был выход, да? Вот. Из-за печки. Женщина вот так, плечиками, да? Припадает, да? Вот так. На одно колено перед мужчиной стоит гордо вот так вот. И она, типа, вот я твоя. А он ей так... Нет? По щеке она так... О! Не знаю ничего общего. Серьезно, да. Давай посмотрим, как это на самом деле. Моей цыганочкой нет, но я предлагаю, да, насладиться этим моментом. ПРОГОВАНОЧЕСКАТА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А кстати, вы знаете, чем цыган... Тем, что он никогда не ругает того, у кого своровал коня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Игорь Акинфеев. Мне нравится Игорь Акинфеев. Сегодня же Ника Сафронов. Он многим нравится. И Жан-Поль, извините меня, Бельмондо. Жаль. А что это у вас, извините? Да, актер великолепный, на которого хочется равняться, собственно говоря, каждому актеру, скорее всего, потому что созданные им образы настолько шикарны. Я думал, ты скажешь по этой же логике, и Жан-Поль, не побоюсь этого слова, Бельмондо. Вот эти люди сегодня родились. Может быть, тогда есть смысл поговорить о том, что ожидает каждого из нас. И это, поверьте, не, скажем, не цыганский гороскоп. А, все-таки хотите по знаком. Конечно, по знаком. Давайте по знаком. Итак, уважаемые дамы и господа, будьте внимательны, начинающийся день 8 апреля в него вступаем с хорошим настроением. Но, тем не менее, Овны, многим Овнам сегодня будет сложно избежать неприятных встреч и контактов с малосимпатичными людьми. Но это не испортит ваше настроение. А вот с финансами следует быть осмотрительнее. Владимир, как ты считаешь? Тельцов с финансами осмотрительнее? Опять финансы. Да что ж такое? С финансами всегда нужно быть осмотрительнее. Не только по гороскопу. Потому что финансы любят счет, собственно говоря. Да, и тишину. Да. Поехали дальше. У Тельцов будет удачный день. Особенно хорошо он служит для тех, кто умеет сочетать деловые и личные интересы. Только надо обратить внимание на здоровье и отказаться от чрезмерных нагрузок. Вот. Тяжести не поднимают. Хорошая вещь. Да. У близнецов также сегодня удачный день. Говорят и делают они именно то, что нужно. А хорошее самочувствие только поспособствует выполнению намеченного. Многим представителям знака повезет в любви. Раки. Все складывается очень удачно. Везет даже больше, чем можно было предположить. Особенно хороша будет вторая половина дня. Можно будет решиться на все, что пожелаете. В это время все сбудется. Но большая часть это точно. О как. Лев, первая половина дня сложится неудачно. Вот так. Затруднения на работе и дома могут всерьез испортить вам настроение. Но не стоит огорчаться, потому что вторая половина дня будет значительно удачнее. И перед львами откроются новые возможности и перспективы в области карьеры. Девы, события этого дня – буря в стакане воды и более ничего. Никто не сможет помешать вам при достижении ваших целей. Вторая половина дня – время воспользоваться ранее полученным опытом. Весы. Все испытания первой половины дня вы преодолеете с честью. И это заметят люди, чье мнение вам не безразлично. Вторая половина дня будет просто лучше. Предполагайтесь на себя, только ваши собственные решения помогут принести вам успех. А скорпионам придется научиться ладить с людьми, потому что это сегодня очень пригодится. Благодаря этому умению вы, деловые партнеры, решите быстрее и затруднений личного характера избегайте. Можно экспериментировать в профессиональной сфере, искать новые пути для достижения успеха. Стрельцы, хотя не все в вашей жизни так просто, как хотелось бы, сегодня жаловаться на судьбу вы едва ли станете. С работой вы справляетесь легко, да и переутомление вам не грозит. Итак, козерог, да, правильно же? Козерог, этот день нужно использовать максимально плодотворно. Пойте железо, пока горячо. Вот и все, что говорит о козерогах гороскопа. Водолеев. Водолеи, влияние негативной тенденции будет сильным, но не разрушительным. Ведь вы найдете в себе силы противостоять ему. Есть опасность финансовых потерь, от незапланированных покупок лучше воздержаться. И, наконец, рыбы. В первой половине дня вероятны профессиональные успехи, следствием которых станут денежные поступления. Будьте удачливы 8 апреля, а мы прервемся на рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Ростовская область представляет самые откровенные мероприятия о бизнесе. Стартап-неделя на главных головых площадках Ростова с 14 по 18 апреля. Подробности по телефону 210-3200 и на стартапнеделя.рф Дед, вставай, посмотри, как мало осталось твоих в этом частном строю. Дед, вставай, через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая. Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Ко дню победы в городе Ростове-на-Дону мы сформируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата и 9 мая. Мы ждем вас на построении бессмертного полка. Они должны пройти победным строем. Подробности на информационном портале www.yukregion.ru Я предлагаю присоединяться к акции 9 мая. Бессмертный полк. Я думаю, что неважно, цыгане, армяне, русские. Это святой день. Все знают, что это за день. Это святой день. Присоединяйтесь, пожалуйста, дорогие друзья. И возвращаясь к нашей теме сегодняшнего эфира... Возвращаясь к нашим цыганам. Международному дню цыган. Я хотела задать вам вопрос. Очень хорошо. Знаете ли вы, что общего между словом цыгане и богема? Так, это интересный вопрос. Цыгане мы практически поняли, а богема это... Богема это, насколько я знаю, в бытовом смысле слова. Это как-то... В сфере искусства что-то одно. В сфере искусства, да, люди, значит, богемы, они там позволяют себе кое-что лишнее, собираясь в тесном кругу. Но при этом тоже не забывают... Цыгане, кстати, не позволяются. Творческая элита. Нет, не совсем. Дело в том, что в 1427 году цыгане появились в Париже. Вот тебе рамки. Неожиданно для французов. Да, французы о них ничего не знали, кроме того, что они пришли откуда-то из Центральной Европы. Появились слухи, что цыгане родом из богемии. Она является их родиной. Как известно, богемия это западная часть нынешней Чехии. Чехия. Информация оказалась живучей. Вот французы стали называть цыган богемцами. Вот оно откуда. А у нас богема... И, кстати, до сих пор во Франции так иногда их называют. Богемцы. Я приглашаю. Богемцами, да? Вот что общего. Мне представляется такая картина. Спят себе французы, просыпаются утром, а тут, неизначай, где-то возле седы, там бар цыганское. Откуда вы спрашиваете французы? Они говорят, мы из богемии. Да. На чистом французском. Нет, они говорят, а бог ведает. Вот представьте себе. Вот такая вот. Вот я тоже, когда вчера, при помощи интернета, где замечу, не какие-то там библиотеки, а интернет быстренько на лапы. Я расскажу одну историю. Поискала и вот нашла такой интересный факт. Но я думаю, что есть еще много интересных фактов. И не только в интернете. И не только в интернете, а у нас на телеканале Южный регион Дон в Ростове и Ростовской области. И я предлагаю прямо сейчас узнать об этом. Я хотела напомнить, что сегодня нужно обязательно посмотреть по телевизору на телеканале Южный регион Дон. Отлично, напоминай. Потому что, и не зря я об этом хочу напомнить, потому что завтра у нас будет очень интересная тема эфира. И в преддверии этой темы эфира про экологию, да, немножечко мы, все равно мы будем касаться этих вопросов. Да, завтра мы будем говорить об экологии. Да, мы чуть-чуть будем касаться этих вопросов. Представляете, чуть-чуть или не очень, чуть-чуть посмотрим. Сегодня будет прекрасный фильм, показанный на телеканале Южный регион Дон в 21 час 10 минут. Называется «Дом. История путешествий». Да, в фильме будет рассказано о том, о некоторых уголках нашей планеты, о том, какие они прекрасны, о том, как мы их загрязняем или делаем еще что-то с ними не очень хорошее. Совершенно не случайно, как в театре «Петелька-крючочек». Утром мы говорим об экологии, а вечером... Нет, наоборот, вечером телезрители посмотрят, подготовят. И могут нам позвонить. Обдумают. И смогут завтра с 6 до 9 утра позвонить нам по телефону 200 ровно 2515. И обсудить с нами эту тему экологии, насколько загрязнен наш мир и так далее. Да, так что вот так вот. Смотрите, звоните. Если ты заговорила о телевизионном канале Южный регион Дон... О чем же нам еще говорили? Нет, о тех фильмах, которые на нем идут. Мы говорили об интересном фильме «Цыган», поскольку сегодня у нас цыганская тематика. Я помню этот фильм. Вот. Я была вот такой, но помню. Какая замечательная музыка, какие замечательные актеры, и как долго, вернее, как долго мы ждали продолжения, и наконец-то появилось продолжение. Самое интересное, что... Продолжение. Ну, в смысле продолжение. Вначале же был просто «Цыгана», потом «Возвращение» Будулая. Потом «Возвращение» Будулая, да. А, кстати, вот этого молодого парня играет ростовский актер. Он его отсюда взял. Начинал, да. Правда? Он учился... Учился в нашем руилище. Вот. Случилось так, когда съемочная группа сюда приехала, уже был другой актер назначен. Ну, что-то не срослось, а съемочный процесс уже был запущен. Да. И... Его взяли. Лешу взяли, он на втором курсе учился, приехали, отобрали его, и вот так он удачно получил, что он снялся. И после этого стал известным, проснулся известным, как говорят. Вот многие думают, что я чего-то там не знаю, а я на самом деле все знаю, я просто жду. Нужно во мне, чтобы воваться в ваш разговор. О цыгане, да. Об этом фильме, да. Так вот, прекрасные актеры там снимались. Я помню, что, в принципе, мир замирал, когда показывали фильм «Цыган». Вот, потому что мои тети, дяди, мамы, как раз-таки вот, можно посмотреть фотографии. Баруськор, дыхай волонтер. Да. Прекрасные актеры, прекрасная история любви, жизни. Вот цыганка... Матлюба Алимова. Матлюба, я вам честно скажу, я на нее смотрела, совершенно обворожительная девушка, на мой взгляд. Она, у нее какой-то магический, какие-то абсолютно сумасшедшие магические глаза, которые притягивают. И я даже вчера, просматривая где-то фотографию, ну какая она красивая. Она и сейчас, даже уже с годами, она все равно очень красивая. И самое интересное, друзья мои, что она узбечка. Фильм-то снимался на нашей Донской земле. Матлюба Алимова. Обалденно красивая жизнь. Извинитесь ко мне. На Донской земле снимался фильм. Я понимаю, о женщинах можно поговорить сколько угодно. О красивых тем более. В Станице Пухляковской, Мелеховской, в Новочеркасске, в Шахтах. И снимались настоящие цыгане в этом фильме. Да. В Битабор, который существует в этом фильме, там снимались настоящие цыгане. Да. Вот. Действительно ждали продолжения. Обычно, знаете, как бывает, вот фильм второй, да, допустим, эпизод второй, там. Хуже, чем где-то. Да, очень есть момент. А здесь, ну просто... Ну спасибо режиссеру Максиму Бланку. Фильм-то в 79-м году вышел. Да. До Олимпиады еще. Да, ну прекрасный фильм, абсолютно. Единственное, что у меня было, я в детстве, я очень любила смотреть этот фильм, потому что там было много лошадей. А лошадей я люблю. Так, мы в процессе знакомства с Алиной узнаем, чего она любит, чего не любит. Просто слышал я, наверное, запись концерта Владимира Семеновича Высоцкого, когда он рассказывал, как он был на съемках одного фильма. На «Узбек-фильме», кстати. Была такая кинокомпания «Узбек-фильме». Да, и там было очень много цыган. Вот, и режиссер говорил там, товарищи цыгане, выйдите, пожалуйста, из кадра. Товарищи цыгане, войдите, пожалуйста, в кадр. Товарищи цыгане, подойдите ближе. А там цыгане слушали, слушали, говорят, сейчас, товарищ узбек. Вот, я помню этот замечательный эпизод. Помните, когда за ним бежит этот маленький цыганчонок? Да. Спирающий дыхание, сковывающий движение, я не знаю, глаза наполняются слезами. Просто настолько он душевный. И как бы тема поднимается такая, что близка всем. Не случайно мы сегодня говорим о цыганах, которые, кстати, 8 или 10 миллионов, как по утверждению, их существует в мире, в России по последним данным, а именно в 2010 году, их 220 тысяч. В Бразилии 678 тысяч, в Испании 650 тысяч, в Румынии 535, в Аргентине 300 тысяч. Единственное, что здесь не написано, есть ли цыгане в Австралии. Ну, я думаю, туда забрались. Я думаю, частично есть. Понимаешь, дело в том, что ведь это все-таки континент островной практически. Причем здесь. Океан кругом. Зато как-то можно погулять. Какие масштабы и пространства. Что ж ты думаешь, они на пирогах? Не знаю, извини, садились на корабль. С большой земли. Садились на корабль и ехали, а как, всем табором. Сели-то, сели-то, поехали. Как ковчег построили. Да, и, пожалуйста, по поводу Австралии не знаю. Сегодня, уважаемые дамы и господа, уважаемые телезрители, сегодня еще у нас именины. У Василия, будьте внимательны, Гаврила, Аллы, Анны и Ларисы. Да, так что вот люди, которых я перечислил, а именно Василий, Гаврил, Алла, Анна и Лариса, сегодня могут отмечать не только Международный день цыган, но и собственные именины. Вот, встречать, провожать, гостей потом будет. Но все-таки цыган просто встречает. Ну, вот, кстати, этот актер, о котором мы говорили. Леша Никольников. Да, он уже неоднократно появлялся у нас на экране. Вот удивительно, сколько событий у нас в области прекрасных происходило. Сколько, как кинематограф показал всегда. Это же так приятно. Вот мы даже, вот, казалось бы, такая небольшая, маленькая тема. Цыгане. А вот сколько фактов, что и фильм... Ростовская-то область, да. Ростовская-то область знаменита, богата своими событиями и фактами. А, извините меня, Балдачук. Да, да, пора уже это самое открывать. Герасимов, Тихий Дон. Да. Да, да, открывать уже пора. Есть Геленджик-фильм? Надо нам тоже на Хичеван фильм открыть. Почему у нас? Или Ростов-фильм. Да. Я вот за. Двумя руками, о которых ты с самого начала говорила. У меня две руки. Две руки. И обеими двумя руками за то, чтобы здесь действительно... Потому что область плодовита не только своими урожаями, какими-то там, да, сельскохозяйственными угодьями, но она и плодовита творческими людьми, вот, в частности и цыганами, о которых мы говорили, да, мы вспоминали сегодня Николая Сличенко. И радует, что у нас в области все мирно сосуществуют, живут и знают друг о друге. То есть я уверена, в Ростове как-то больше мегаполис, такой кишит, своей жизнью живет. А в области все-таки, вы знаете, вот чуть-чуть подальше отъехать, да? Чуть-чуть от дороги свернуть, на 7 километров отъехать. Вот такая трасса от М4. От трассы М4, да. От трассы М4. Километров на 7-10 углубиться. Все, другая жизнь. Люди ходят, знают... Я уверена, что дворы в некоторых не закрываются. То есть вот когда проезжаешь... Ну, так ты напрасно об этом уверена. На самом деле, я вот на тех выходных была в Ейске. Так. И мы проезжали, заехали в... Ой, заводской. Вот, заводской. Так, 8 утра. Так. Едем по заводскому. А просто вот отъехали на 10 километров от трассы. Едем по заводскому. Хоп, цыганье. Я еду и думаю, что-то не так, что-то не так. Что происходит? Что же случилось? А вон оно, что не так. Калитки вот так вот открыты. То есть где-то собака вышла, где-то просто собака рядом с... И нет людей, а калитки открыты. А может быть, это заброшенный хутор? Нет, не заброшенный. Там машины стояли, там... Заброшенные машины. Почему нет? Это неважно. Что вы меня все время путаете? Я хотела не... Я сама запутаюсь. Я сама запутаюсь. Я хотела о другом рассказать. Раз мы о хуторах, я тут еще... О Ростовской области? Ну, нет, не совсем. Чуть-чуть дальше мы сейчас улетим, чем Ростовская область. Есть интерес... Я нашла интересную очень информацию. Так. Ну, тебе бы сам Бог велел. У тебя в руках, извини. Кладезь информации. Я нашла очень интересную информацию о том, что есть... О насекомых? О том, что, оказывается, есть город, который считается столицей цыган. Не просто цыган, а цыган-миллионеров. Так интересно, скажи, куда мы сейчас с Григорьевичем сейчас рванем просто. И как вы думаете, где это? Вот в том поселке, о котором ты рассказывала. Потому что только миллионеры могут позволить себя с закрытыми калитками спать. Ну-ну. Называется это... Этот город Бузеску. И надо рассказать. В Румынии, что ли? Да. В Румынии? Да. Естественно, где же еще? В Румынии под Бухарестом находится один из самых богатых городов в мире. На секундочку. И называется Цыганский Бузеску. Цыганский Бузеску. И там живут миллионеры. В нем находятся около 800. Бузеские миллионеры. А когда они успели там так расплодиться? 800. Ведь все... Что вы, извини, сейчас... Короче, 800 домов находятся в нем. Всего-навсего. Стоимостью от 2 до 30 миллионов долларов. Все, спасибо. Как вы не успели? Бузеску едем. Едем в Бузеску. Расплодиться. Ведь еще не так. Интересно, песни поют. Давно там был кровавый режим Чаушеску. Ну, извини, вот после этого сразу... А скажи, есть... Читается Беверли-Хиллс номер 2. Второй такой. Столица цыган-миллионеров. Город Бузеску. Так вот. А скажи, Алина, а есть там вот музыкальные какие-нибудь вещи? Там бары, ресторан? Нет там ничего такого? Ну, там, где поют обычно. Потому что цыгане... Наверняка есть. Они же очень любят петь и выгулять. А вот это, помнишь, Эльдар Рязанов... Как называется-то? Бесприданница. Да? Ну. Вот там. Ахнатыш мель. На душистых мель. Может, послушаем? Стихи Кипринга, между прочим. Да, я очень люблю эту песню. Давайте и позволим нашим телезрителям это посмотреть и послушать. Стихи Кипринга, между прочим. Мохнатый шмель на душистых мель, Цапля серая в камыши. А цыганская дочь за любимым в ночь По родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой На закат, где дрожат паруса. И глаза глядят с бесприютной тоской Погравеющие небеса. И вдвоем по тропе Навстречу судьбе Не гадая в ад или в рай Так и надо идти Не страшась пути Хоть на край земли Хоть за край Так вперед за цыганской звездой кочевой На среда без зарей На восток Где тиха и нежна Розовеет волна На рассветный ползая весной Так вперед за цыганской звездой кочевой Кривоющих южных живой Где деревоя буря На горях светла Океанскую пыль спекет Да вперед за цыганской звездой кочевой На закат, где дрожат паруса. И глаза глядят с бесприютной тоской И вода берега с бесприютной тоской Погравеющие небеса. Субтитры подогнал «Симон» Как цыгане поют, передать невозможно Да и есть ли на свете такие слова То с надрывом, тоскою, темно и тревожно То с весельем таким, что хоть с плеч голова Стихи Алины Нет, Эдуард Асадов Между прочим Это первое четвертичное стихотворение Очень-очень длинное В 1966 году было написано И называется оно «Поют цыгане» Поют, танцуют, рисуют Только что мы наблюдали На половину азербайджанец, на половину цыган Вот Не случайно Не случайно Вот такие именно стихи у него получились Потому что он чувствовал Человек О чем говорит О чем говорит Сегодня День Святого Гавриила Еще ко всему прочему И на Гавриила Обычно Какие-то есть поверья Допустим Говорят, что нужно было Всю сбрую Лошадину О лошадях мы тоже говорили Да Нужно было оставить Как бы в прошлом И как бы встречать Новый день То есть жатвы И все прочее начинались Как бы езда На лошади заканчивалась И лошадь приступала К своей непосредственной работе Сельскохозяйственной работе Сельскую жизнь Да А женщины заканчивали Пряжу И если те, которые продолжали Пряжь пряжу Говорили, что не впрок То есть впрок это не пойдет Так что в этот день Заканчивайте Какие-то там свои работы Обязательно Потому что Эта работа не пойдет впрок 7 и 8 апреля сегодня Уважаемые телезрители Мы празднуем День цыган Продолжаем они Все празднуют Все празднуют Все прогрессивные человечества Международный Международный Между прочим Организация объединенных наций Если я не ошибаюсь Сейчас Защищает и поддерживает цыган Потому что культуру Культурное наследие Да Потому что У людей нет земли Нет государства Это нетерриториальный народ Нет территориальный народ Да Любая территория Это их родина Да Как называется еще народ Рассеянный Рассеянный Не в смысле рассеянный что рассеянный А в смысле рассеянный по свету А в смысле рассеянный что рассеянный Ну мы тебя поняли То есть Человек рассеянный с улицы бассейны С улицы бассейны Ну вот когда-то уже евреев тоже не было своего государства Потом всем миром скинулись Зато И в 48 году Благодаря Мы узнали что есть город миллионеров цыганский Как же Без 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 Безулеску Сейчас я скажу Главное что располагается в Румынии Недалеко Безулеску В общем недалеко Безулеску в Румынии Город Безулеску в Румынии Беверли Хиллс номер два Вот таким образом мы сегодня говорим об этом Друзья мои Ну что ж В 7 восьмого апреля удивительного Замечательного дня Мы говорим о цыганах Скажите пожалуйста Были какие-нибудь случаи Вот мы о случаях Вот Владимир рассказывал Алина не знает случая с цыганами Не встречалась То есть сама напоминает цыганка Нет я встречалась с цыганами В основном с цыганками Не могу сказать что Предлагали гадать тебе Предлагали гадать Я лучше погадал Я лучше погадал скажи Конечно Узнаю я вот что нагадали тут у меня Я хочу сказать одно По всему прошедшему нашему разговору У нас У каждого из нас есть свое восприятие цыган Оно сложилось из нашего опыта Из опыта наших знакомых Родителей Все это правильно Но я вот предлагаю иногда Там можно по-разному относиться Но есть культурное наследие Прекрасная музыка Великолепные танцы Мы сегодня слушали Удивительную мелодию Конечно Смотрели вот эти юбки Мы же любим девочек Девочки любят юбки Признайтесь честно Девочки любят браслетики И на самом деле вот цветочки Красиво И я рада что это культурное наследие Оно сохранено Оно с нами Оно с нами И мы позволяем это сохранять Да Говоря даже об этом сегодня В нашей передаче Да И кстати больше женщины Вот и женщины так ходят Цыган в косынках Юбках в плосках Да А мужчины цыганские уже почему-то одеваются Как все А мужчины любят цыганские песни на самом деле Махната Шмель любит мужчин А давайте Владимир Григорьевич Может быть вы нам на прощание будете петь Да А мы с нашими телезрителями будем прощаться Уважаемые телезрители До завтра 9 апреля мы будем говорить об экологии В студии сегодня были Алина Владимир Григорьевич который играет на гитаре И Сергей Да Звякнет узда Покачнется огонь Вспыхнет зарница Степного пожара Лязгнет кольцо Зара тачится конь Вспыхнет зарница Степного пожара Эх Догоняй 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 Чья-то повозка в степи